Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала «Мизинфорум». Программа моя с Михаилом Катсуном. И я с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя Павла Шандра. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Михаил. А видите, Павел, я еще припалел, горло село. Вы, наверное, обрадовались, потому что как раз, несмотря на ваше теплое, надеюсь, отношение ко мне, учитывая, сколько времени мы друг друга знаем, как говорится с довоенных времен, тем не менее я являюсь потенциальным вашим клиентом в вашей сети аптек. Так что чем хуже себя чувствуете, тем лучше чувствуете себя вы потенциально. Тем более люблю заказывать, заказывать в вашу сеть аптек. Ну, если серьезно, Павел, вот оно закончился, 22-й год, и мы подводим итоги. Но время, оно очень быстро пробежало. Я помню наше с вами первое интервью, когда началась российская агрессия, когда еще не был оккупирован Херсон, и вот дальше это полгода, и вот, слава богу, Херсон докупировали. В общем, этот год, который изменил жизнь каждого из нас. Каким был для вас этот год? Каким был для страны этот год через ваш угол зрения? И с чем вы выходите в этот Новый год? Тем более и в личном плане этот год 22-й был для вас тоже очень сложным. Да, во всех смыслах 2022 год был достаточно сложным и для меня, и для каждого украинца. Те события, которые произошли 24 февраля 22-го года, наверное, они поменяли жизнь каждого украинца на жизнь до и на жизнь после. И несмотря на то, что все эти месяцы нам было очень тяжело, и я помню, как все начиналось, когда мы ночевали в паркинге, в холодном, не обогретом, когда были первые ракетные удары. Но, тем не менее, это все жизнь одного человека, она скоротечна. Но если посмотреть на эти события в рамках украинской нации, которая развивается и будет дальше развиваться, то это очень существенные изменения, которые, наверное, заставили весь украинский народ изменить свою траекторию развития. Потому что за эти три десятка лет независимости Украины у нас был такой определенный синдром жертвы, что вот третьи страны мешают Украине объединиться, развиваться, ну, еще какие-то аргументы. То сегодня мы показали нашу силу, и весь мир, вся Европа, весь Запад видят и поддерживают нас. Но они поддерживают нас ведь не просто так, а именно потому, что украинцы дали серьезный отпор российской агрессии и за нашу силу, силу духа, который украинцы проявляли. Поэтому мы показали себя очень сильной нацией, и мне кажется, что это большой толчок для развития независимой, мощной, развитой, продвинутой Украины. Но еще очень много работы, конечно, на этом пути. Павел, я, как я недаром сказал, неспроста в начале разговора, что мы с вами давно знакомы, вот уже будет скоро, наверное, два года, как мы с вами знакомы. И, конечно, всегда люди, они высветляются через события. И в том числе события они высветлили многих представителей украинского бизнеса. Кто-то испугался, начал закрывать свой бизнес, уезжать в Европу, пытаться строить что-то там. Кто-то, как вы, остался в Украине, в самой сложной ситуации, был рядом со своими работниками, старался развивать бизнес. Ну, мы с вами когда-то обсуждали, это не секрет, что ваш бизнес пострадал от оккупации Херсона, потому что у вас были просто аптеки в Херсоне. Ну, давайте говорить, как есть. И, тем не менее, тем не менее, вы остались, вы не оплакали в жилетку, да, вы просто продолжали делать свое дело и делаете это достаточно успешно. Почему так? Почему вы для себя сделали такой выбор? Давайте говорить откровенно, нас, кроме полутора миллионов людей, никто не видит, не смотрит. Почему вы приняли для себя такое решение? Почему вы не решили, знаете, как закрыть эту книгу и начать с того места? Павел, вообще вопрос Херсона, он такой многогранный и достаточно сложный и болезненный. Вот я могу несколько аспектов прокомментировать. Первый, наверное, аспект, когда началась эта вся оккупация, конец февраля, первые дни марта уже было видно, что город и область оккупированы. И среди моих сотрудников была огромная паника, что делать, что происходит. И я помню тогда мои слова, я сказал, что Новый год мы будем встречать в украинском Херсоне. И, конечно, я этого не знал, не был в этом уверен. То есть я просто чувствовал, что эта область с ярко выраженными такими украинскими качествами, что область будет бороться, что херсонцы не оставят это так. Но я чувствовал, поэтому я так уверял всю нашу команду, что Херсон будет деоккупирован до конца 2022 года. Ну, так и произошло. А что касательно бизнеса, то аптечный бизнес, конечно, наш очень сильно пострадал, потому что в Херсоне были сосредоточены довольно существенный набор клиентов, большой объем продаж. И когда эта территория стала оккупированной и аптека была закрыта, то у нас возникли существенные сложности. Ну, и, конечно, просто наша команда взялась их решать. Мы открыли несколько аптек в Одессе для того, чтобы компенсировать потери продаж, для того, чтобы мы смогли сохранить всю нашу команду. Если бы мы это не сделали, нам бы пришлось пойти по пути сокращений. Ну, и сейчас, когда Херсон был возвращен, наша команда съездила в Херсон, посмотрела состояние. К сожалению, аптека в абсолютно ужасающем состоянии. Она просто разграблена, повреждена. Ну, просто сердце кровью обливается. вообще смотреть на то, что осталось даже вот с нашим херсонским бизнесом после ухода российских оккупантов. Ну, это в вопросе Херсона. Теперь по поводу, почему я не уехал. Ну, я просто не мог уехать, потому что я понимаю, что на мне была ответственность за всю нашу команду. Это первое. Второе, как вы сказали, в сложные времена и познаются все человеческие качества, все наши ценности. Например, для меня было важно, чтобы аптеки сети Мед продолжили работу, и мы не закрылись ни на один день, ни 24 февраля, ни 25, ни 26. Я помню, 24 февраля я был в Киеве, и я по телефону уговаривал нашу команду, что нужно продолжать работать, что мы все это переживем, что все это временно, и нужно набраться терпения, и у нас очень важная социальная функция. И действительно, я об этом писал на Фейсбуке, когда закрылись другие аптечные сети, в Одессе, наверное, продолжили работать всего лишь две аптечные сети, это сети Мед, еще одна, а остальные просто начали закрываться, то это стало очень ощутимо для одесситов, просто нехватка работающих аптек. поэтому я могу сказать, что мы сработали достаточно хорошо, наша команда проявила себя очень существенно, ну и мы просто не могли поступить иначе. знаете, Павел, у многих, у многих в момент начала российской агрессии полномасштабной участие людей, у них как бы замокли соцсети, часть людей, они наоборот, активизировались в соцсетях, и некоторые активизировались в соцсетях, пребывая на территории Европейского Союза, делали вид, что они находятся в гуще событий, что называется. Ну, я вот хорошо помню, как я вас увидел где-то 14 марта, может быть, или 12 марта, я даже помню, где, в кафе на французском бульваре, когда оно только открылось, вот вы там пили кофе, вот мы там тогда с вами увиделись, я думаю, что вы помните это, но это было там 12 марта, то есть вы не находились где-то за рубежом и командовали своим бизнесом и так далее. Это пермин, с другой стороны, это сейчас, мы знаем, что, слава Богу, благодаря украинской армии героически вооруженным силам Украину отстояли, более того, мы выталкиваем российского агрессора со всей территории Украины, возвращаясь к границам 1991 года, возвращая временно оккупированный аннексирный Крым, где на районе Луганска и Донецкой области, безусловно, вернем, но тогда было очень много непредсказуемого, были пустые улицы, но тем не менее вы приняли решение сохранять бизнес, ничего не продавать, ничего не увозить, ничего, хотя, ну, это был огромный риск, это реально был огромный риск, потому что это деньги, это ресурсы, это все, вы настолько были уверены и хладнокровны, на вашем лице не видел памяти, ну, не только на вашем, но было не так много людей, которые в тот момент они себя, ну, вот так спокойно вели, скажем так, да, вот, вот, как это произошло, это мужнющая киевская школа бизнеса, ну, вот честно, вот откуда это, просто скажите, интересно, чисто индивидуальное измерение, насчет тех первых дней, Михаил, да, я помню прекрасно этот день, мне очень нравится это кафе, где мы с вами тогда неожиданно встретились, и я проезжал там, и я вернулся в Одессу, по-моему, 25 февраля из Киева, и первые дни я пошел сначала в офис, потом мы приняли решение командой, что вся руководящая команда идет на склад, и, кстати, я помню, как я попробовал себя на складе, и на мое удивление, хотя у меня нет большой подготовки, мы довольно хорошо спроектировали склад, что я за первый час смог получить, так сказать, инструкции от нашей роботизированной системы, ну, и пойти собирать медикаменты. потому что ни для кого не секрет, что в первые недели часть сотрудников в нашей компании, в том числе линейных, выехали из страны, и у нас образовался большой дефицит, как на складе, так и в аптеках. Сотрудники аптек, которые остались, они проявили свой героизм, ну, невероятным образом. то есть некоторые сотрудники работали 15-20 дней без выходных. Ну, вы представляете себе это с утра до вечера без выходных, хотя все сотрудники аптек работают посменно, но они работали просто, просто потому, что это было нужно, это было важно. и тогда и я, и все руководители направлений, мы начали работать на складе. К счастью, через пару недель оптовые дистрибьюторы все-таки продолжили отгрузки медикаментов, потому что первые две недели отгрузок вообще не было. И в аптеках Сетимед были медикаменты на полках, только потому, что у нас свой аптечный склад, и только потому, что у нас были запасы. И, конечно, я не знал, что будет, но просто я решил, что я буду с нашей командой, и мы будем делать все, что нужно, уже в зависимости от ситуации. Павел, вы являетесь прежде всего депутатом Одесского короносвета от европейской солидарности, и вы также, как и я, и так же, как миллионы украинцев, разделяете идеи интеграции Украины в евроатлантическое пространство. Сейчас, слава Богу, нам очень многие страны помогают, западный мир бороться с российской агрессией, и мы видим, очень много на самом деле сделано и было президентом Порошенко, пятым президентом, очень много делается президентом Зеленским. Но вопрос, конечно, в западных партнерах и вопрос в том, что верили ли наши западные партнеры в победу Украины и возможность сопротивления российской агрессии сопернику, которая намного тебя больше. Не кажется ли вам, что какая-то слабость наших западных партнеров дала на секундочку возможность российскому империализму лично Путину подумать о том, что он может просто так проглотить Украину? Да, я думаю, что, наверное, есть в этом определенный сенс. Я предлагаю вспомнить записки украинского посла в Германии, Мельника, когда он делился в своих записках откровениями, что ему сказал немецкий министр финансов, что Украине осталось несколько часов существовать, что правительство будет заменено, Украина будет полностью захвачена, ну и нет никакого на его призыва Мельника поставлять оружие, отключать Россию от платежной системы SWIFT, ну и на другие его призывы. отреагировал очень так скептически с какой-то насмешкой, что в этом нет никакого смысла, что Украина не сможет противостоять такому гиганту, как Россия. Поэтому давайте помнить о этих словах, и эти слова, они наверное говорят о мнении западных элит, которые превалировали в Европе в то время. И именно наша позиция каждого украинца, именно то сопротивление, тот героизм просто вынудил наших западных партнеров, точнее западные элиты принять украинскую позицию, принять, что Украина это состоявшееся государство, что украинцы это нация, которая будет бороться за свою независимость, за идентичность, за так сказать украинскую культуру и так далее. Поэтому действительно тогда очень наверное превалировало среди большого количества государств Европы. Конечно мы не берем в счет Польшу, Чехию, страны Балтии, которые и раньше оказывали Украине значительную поддержку и моральную и различными экономическим способами. Но остальные западные государства конечно там превалировала такая позиция Путин-Ферштейн, которая говорила о том, что распад Советского Союза в 91-м году это была большая историческая ошибка. И действия Путина это не нарушение международного права, акт агрессии, вопиющее нарушение так сказать прав человека, гуманитарных и всех остальных норм, а говорили о том, что это определенная историческая справедливость, что это возврат к исправлению ошибок прошлого и так далее. И такие мнения действительно были весомыми среди западных лидеров. И позиция Украины, которая была в первые дни, первые недели, первые месяцы всей этой агрессии, то позиция Украины конечно сломила этот тренд. И сегодня мне кажется, что и следа не осталось, от этих мыслей у западных лидеров. Сегодня есть большая консолидированная поддержка Украины. Мы видим, как мы начинаем получать все больше и больше вооружения. И Запад уже понимает, что Украина победит, что Украина будет идти до конца. И конечно сегодня они оказывают нам уже значительную поддержку. но так было не всегда. Большое вам спасибо за это интервью. Очень надеюсь, что в этом году, уже в этом году мы с вами будем обсуждать победу Украины, полную, безоговорочную победу над российским агрессором. И надеюсь, надеюсь, в этом году весь украинский бизнес откроет свои представительства в украинском Крыму, в украинском Донецке, в украинском Луганске. Это будет самым лучшим символом как раз возвращения Украины на те территории, которые украла, аннексировала, оккупировала Россия 8 лет назад. Это будет самая прекрасная сатисфакция, которая только может быть. Спасибо большое, Павел, за ваше время и за ваше интервью. Спасибо зрителям, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин